Приветик, мои хорошие! С вами Дольч Вита. Умаялась, упарилась я пока. Что-то тут вешалку принесла. И дома жарко, да. Наверное, наступает весна. Ну что, завтра 23 февраля. Я через минуту, вот после того, как с ним видео, бегаю за какими-то подарками. Кстати, крем для рук. Крем для рук. Сейчас я нанесу крем для рук с вами. И побегу за какими-то подарками для мужчин твоих семей. Брат, папа и супруг. Напишите вы своим мужчинам, что вообще дарите на 23 февраля. Мы этот праздник, ну как, не отмечаем. У нас вообще вот с появлением сапитки все праздники отмечаются. И даже День Святого Валентина. Только за стол мы не садимся. Но, ну, как говорится, всегда это отмечается цветами. Ну, знаете, то есть это выражение, например, День Святого Валентина, любви. Не то, что вот там, допустим, супруг не выражает. Он, кстати, 15-го приносит цветы и какой-нибудь еще подарочек, да. Конвертики или что-то в этом роде, ну, либо куда-то билеты и так далее. Вот он против американских праздников. Такой патриот мой супруг. Чистейший воды. Я от него набралась этого в последние годы. Вот, например, лет, может быть, еще пять назад, да. Да, лет пять назад. Пять-шесть для меня, как бы, Беларусь, да, страна, в которой я живу большую часть времени, моя родина, где я родилась, это не была основной такой вот колыбелью, да. Я такой вообще космополит, человек живущий. Я могу жить, ну, не то, что где угодно, но, в общем, попутешествовав, хотела еще внести масло на волосы, но уже не буду, а то руки у меня сейчас после крема жирные. Так вот, попутешествовав по всему миру, там, я, кстати, была более чем в 40 странах, плюс-минус. То есть я такой космополит человек, да. Но у меня не было никогда такого вот Беларусь, Беларусь, моя страна. Но, как говорится, с кем поведешься, от того наберешься. Ну, и с возрастом, конечно, мы все пересматриваем. Если у нас семья в Беларуси, если у нас хорошие отношения, то мы все равно будем, наверное, любить свою страну. Ну, опять же, кто нашел свою любовь там где-то, то, значит, его, все равно его родина всегда будет здесь, если всегда, все равно человек за границей будет себя чувствовать чужаком. И его дети уже будут, конечно, себя чувствовать на своей земле. Ну, не про это я, про то, что мы праздники все отмечаем. А вообще, видео про шмотки. Вы просили? Вы выполняем видео о одежде для Софи. Я сделаю глоток кофе. Сделаем такие. Я буду снимать такие непринужденные видео. Иногда будут магазины. Иногда, может быть, будут болталки. Опять же, такие вот. Как вам интересно, оставайтесь со мной. Ну что, начнем с платьев. Такое прекрасное платьице. А, что это у нас? Зара. Зара, Зара. Зара Герлс. Из такого... Ну, это не тюр, это такая ткань прозрачная. Под грудь. А вот такой, знаете, смотрите, как тоже со мной сочетается. Это я сейчас привезла. Это короткий такой достаточно крок-топ. Я уже не буду вставать. С высокой талией, брюками хорошо будут смотреться. Это Твинсет Симона Барбери. Дискоза. Приятный, яркий. Мне понравился. Я сразу не думая, собрала. Сочетается, да? Так вот, значит. Это достаточно такое длинное платье. Чуть-чуть, наверное, выше щиколотки. Но, опять же, такие я взяла. Ей нет, 116. Она у меня уже где-то, наверное, под 120. Высокая дочь. Вот, для своего роста очень высокий. Ну, очень высокая. Вот, мама с папой тоже немаленькие, как говорится. Вот такие рукавчики здесь. Знаете, и внизу хлопковый такой под мягенький такой вот. Он не розовый, он такой, этот цвет, лосось. Вот, и платье такое, и в цветочке, да? Такие вы видите. Мне он очень понравился. Я сразу вот увидела Софию весной. В нем, да, такое вот платьице. Но, когда она его увидела, сразу же такое недовольное лицо. К слову сказать, она, ну, как бы выбирает давно уже себе одежду. То, в принципе, мой вкус она всегда одобряет. Ну, например, бабушкин вкус не всегда. Так вот, моя мама перед тем, как заказать что-то онлайн, всегда ее зовет и спрашивает. Я тоже, в принципе, но мои все вот покупки, все, что я покупала, одобряются. Это платье было сначала так не понято, потому что длиннющее, хотя юбки она хочет, чтобы были не короткие, а такие, знаете, громоздкие, длинные достаточно, там до колена, пушистые, да, вот эти объемные пачки. Но потом, объяснив, это платье, вот она всегда любит надевать и ходить дома потом вот в каких-то обновках. Ну, я считаю, для весны это просто красота. Да, потом всегда можно сюда подеть какую-то, ну, такую рубашечку, да, хлопковую с длинным рукавом. Ну, конечно, уже будет теряться платье, но при желании его можно использовать и зимой, и осенью, там, и весной, и, то есть, не в жаркое такое время года. А вам с маечкой заговариваюсь. Это была Зара, так. Дальше что, дальше что, вот я вам сейчас покажу, что в ноябре привезла, это вот ноябрьские вещи, это, ну, видно, такое, да, больше платье к этому, к этому, к Наталье. Рождество Новый год, по-моему, так она его ни разу и не надела. В общем, понравился цвет этих пайеток. Так вот, напишите, как вы отпразднуете ли вы 23-е, что будете дарить вашим мужчинам. Вот какое оно, такое, знаете, тоже красивое, такой вот покрой платьица хороший. И мне очень понравились, конечно же, эти пайетки, они на бордовом фоне, а сами они такие, играющие, опять же, от оттенка вишни до лосося. Ну, красивое платье, ничего не скажу, что это у нас такое, и взяла я его на 122, это тоже Зара, вот, это было в ноябре. Смотрите, как оно, ну, как освежают, да, такие тона, у меня, например, я вообще чёрный не люблю цвет, так к слову, что я люблю всё вот такое яркое достаточно. Хотя, говорят, да, блондинкам чёрный цвет супер идёт, но ненавижу я его на себе, правда. Намного больше вот этот вот яркий тона мне. Такое платье. Так, следующее платье вот такое. Это Original Marines, такой детский бренд, здесь такая парча плотная, это тоже было в ноябре, сейчас я когда была, эти платья уже были в два раза дешевле. А, их уже не было таких, ну, я имею в виду по цене. Юбки были, но я не стала брать юбку, потому что, опять же, мы это платье тоже одели максимум в два раза, мне кажется. Я всегда беру, скажем так, чуть-чуть, чуть-чуть на, не впритык, да, чтобы она могла ещё, ну, допустим, вот сейчас зима, весна и осенью ещё обязательно, что по делу, либо беру на вырос платье. Я не могу пройти, потом вам покажу мимо вещей, следующие вещи будут, которые очень красивые, качественные. И, например, когда есть скидки, так как я в Италии часто, я стараюсь обязательно вот поехать на скидки, ну, у меня получается, я всегда где-то раз в два месяца на Сицилии, да, на Сицилии, а никак на север не попаду. Ну, в принципе, там холодно и делать особо нечего, хотя у нас у семьи друзья там живут, завод, не знаю, желания нет в Сицилии. В любом случае, даже в феврале 16 градусов, ну, до 20. Ну, вот, и поэтому я беру всегда вещи на вырос, стараюсь. Смотрите, а здесь такой бархатный поясок, такой красивый, нежный, припыленный, припылённый, как правильно, в общем, это и роза, да, такой вот, такой поясочек бархатный. Оно ещё было на синем фоне розы, но мне понравилось больше красное. София у меня, у неё карие глаза, и она светло-русая, то есть у неё русый волос с такими прядями более светлыми выгорает она, вот, то есть она не блондинка-блондинка, и глазки у неё не папины, а мамины, а губки, наверное, папины, пухлые такие, хотя у меня, вроде, тоже нормальные. И носик такой пряменький, в общем, да, и поэтому вот это ей очень красиво. Вот карие глаза, синий немножко бы прибивал, я всегда как бы и на себя ориентируюсь, потому что типаж у нас одинаковый с дочкой. И здесь вот вы видите, такая ёлка, очень плотная ткань, а сзади вот, изнутри, вот, красивое, конечно, платье, но надевали его, надевали, когда ходили с дочкой на ёлку, вот, всё это ёлка страны. Дальше, 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 а-а-а, такие более простые платья, конечно, она их уже носила, поэтому я буду вам показывать буквально всё такое самое свеженькое. Такой достаточно непростой вариант, но тоже очень, сейчас покажу вам, милый. И она попросила, ей вот эти вот, да, нравятся эти эльзы всякие, холодное сердце, и куклы у нас, и всё на свете. Мама, привези. И вот я увидела, эта туника была такая, плотный такой катон, не баечка, это не баечка, но плотный катон. И к ним серые, такие прям графитовые леггинсы. Вот, и здесь по этой, по розам идут стразики. Тоже красиво, свежает лицо, смотрите, когда сразу, опа, такая, такой цвет, мне не нравится. Так, всякие такие более платьишки, они даже сейчас, сейчас и не здесь. Вот, не смогла я пройти мимо, случайно, я в ГЭС ничем не покупаю, там два года назад, последний раз купила платье, одно, по-моему, или два, нет, наверное, два. А уже давно не захожу, там очень такие, как сказать, платья для вечерей, на коктейльные, вот, да, то есть, ну, плюс всё делается в Китае, цены такие, как бы не, ну, такие выше среднего, да, что ли. В общем, а тут я что-то зашла, и вы знаете, детские платья висели, посмотрите, какую красоту я схватила. Оно и большевато пока, оно такое, ей до икры, если немножко подкатать рукавчик, красиво, ну, естественно, пройти мимо такого платья, которое было на 70% скидки, этот вот, пятнашки эти тоже очень идут, как и мне, да. Ещё раз повторяюсь, кори глаза, вот такие шоколадные у нас, здесь вот эта яркая строчка, фуксия, тоже очень-очень делает ярким, лицо свежает, вот, Лос-Анджелес, да, ГЭС, линейка Лос-Анджелес, и оно такое плотное, а внизу вот полосочка, оно плотное, такая вязко-машинное. Я люблю такие платья, вне длиной комфорта достаточно, и, конечно, наверное, ей это платье, и, наверное, это платье ей понравилось больше всего. Вот такое ещё платьишко, ну, это, я говорю, будет, какой тут рост, я взяла. Это ещё на года, наверное, 2-3 вперёд, однозначно. Рост нюка 124, наверное, нет, 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 я... Ну, неважно, в общем, это платье можно надеть. Ну, сейчас, скажем так, наверное, нет, а вот осенью и ещё 2 года спокойно. Дальше, 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 новая коллекция H&M, наверное, это, да, да, линия Дисней, вот такое. Я, в принципе, не любительница, ну, как вам сказать, я бы больше ей покупала всё. Как свет интересно, да, сразу так камера, я становлюсь зелёная, убираю, и становится розовое лицо, когда светите, когда, ну, сосредоточусь на платье. Я бы покупала и больше вот всё такое, как я вам сейчас ГС показываю, более такой фэшн, ну, то есть не такой девичья, но всё же время быстро летит. И почему нет? Я сейчас это нравится. Она сконцентрирована на пони, единорогах и вот этих куклах. Ну, это нормально, я считаю, правильно, не на роботах же девочки, быть сконцентрированной. Вот, ну, это не значит, что она прям вот так, как вам сказать, она такая модница, да, то есть не то, что всё должно быть а-ля принцесски, нет. А потом сейчас буду показывать дальше и расскажу. Это уже из весенней колецы Ченле. Мне очень понравилось то, что вот этот тюль здесь розовый, светлый такой, очень, и он идёт весь в блёсточках, а внизу получается у нас, что получается, та же Эльза, это, наверное, Эльза, уже с бабочками, да, то есть вот здесь аппликация. Я сразу просто приставила Софию, загорена, когда мы поедем на море, и это платье будет просто красота. И, кстати, я сейчас вижу, если я так закрою себя, камера не передаёт цвет, очень бледно, на самом деле оно нежно-розовое, но уж камера белит совсем. В общем, вот такое платье, это уже на лето. Это сейчас я привезла. Так, ну и что, ещё пару вещей. Ага, вот это, значит, это итальянский бренд Мона Лиса. Мона Эн Лиса, это монобренд. На Сицилии только он, есть один магазин в Аутлете, там детские вещи начинаются от 100 евро, начинаются. Кстати, что с моей помадой? Вроде нормальный. Всё-таки мне красивее, знаете, помады более-таки ягодные, насыщенные, нежели вот всякие такие в шоколадном тоне. Ну, когда загорю, может, но освежает всё равно более что-то такое. Вот розово-ягодное, как ни крути. Так вот, Мона Лиса. И у них детские вещи от 100 евро начинаются. Буквально вот туничка от 100 евро и выше, да, куртки от 300-400, юбки 200, вот такие цены. И мы были летом, с мамой зашли. Ну, как бы, знаете, взять можно было что-то, да, были скидки какие-то последние, но уже не супер скидки. Супер скидки, такие 70%, это начиная там, скажем, это где-то вот месяц февраль, конец февраля, именно 70-70, да, там, и июль, август, начало, вот, плюс-минус. Мы были в сентябре в первых числах, там плюс-минус первая неделя. И зачем было брать, когда мы приезжали в Минск, и что начиналась осень, да, то есть температура, естественно, разная. Если бы у нас оставались там ещё октябрь, конечно, можно было взять и ещё весь октябрь и ноябрь поносить, но нет. Поэтому мы не стали спускать деньги на вещи. Я решила в этот раз идти, естественно, в этот магазин, и, конечно же, когда 70% и вот эта юбка изначально стоила 200 евро, а я её забрал, по-моему, за 60, если я не ошибаюсь, это все вещи сделаны в Италии, здесь никакого, то есть это не как H&M и Zara делается в Китае, в Марокко, да, здесь всё сделано в Италии, ткани, лекала. На Сицилии, ещё раз повторюсь, один магазин, а уже в Риме, Милане они имеются. И я не смогла устоять. Я помнила ещё эту юбку, наверное, когда я её видела. А нет, в ноябре не есть был аутлет. Может, я летом видела, это уже как новая коллекция шла, вот по этим вешеным ценам. Вот, то есть вот она здесь была 141 евро, это цена аутлета, да, то есть я не знаю, наверное, тогда начальная цена этой юбки где-то порядка 250, вот, 81 евро. Мне кажется, я её за 50 забрала. Давайте, вот я вам покажу этот бренд и сделаю тапик. Монна Лиза. Что надо эти ногти делать? Так лень, они так классно сидят. Девочки, кто из Минска, рекомендую вам салон, называется Nailberry. Они, во-первых, с краспакетов достают инструменты, то есть всё, в жировом шкафу проходит обработку, и у них такая валидра. И девочки так профессионально работают, что вы носите это до месяца. Единственное, что вот у меня уже с третьего по 23-е, считайте, 20 дней, 3 недели, ничьи, по ни одного скола. И так всегда, как я у них делала всегда. Я вот стала сейчас у них делать, потому что где-то с ноября, с октября, я сделала около дома. Ну, там очень, очень всё печально. Здесь девочки профессионалы. Nailberry. Nailberry, Минск. И вот такая юбка. Девчонки, ну, правда, красотища. Я бы сама такую хотела. Смотрите, какая супер. Такой графитовый серый фон, да, вот так вот эти надписи. Я помню, у меня такая юбка похожая с надписями от Кавали. Была она и есть, но она такая мини, что я её уже, конечно, не одену. Это матч будет. И эти розы. Просто шикарно. И была такая, было платье, но без рукавчиков, а было вот, ну, как сарафанчик тоже такой. Но я взяла юбку. Вообще, конечно, супер забирать такие стоящие, дорогие вещи, когда есть хорошие скидки. Вот. И я хочу сказать, что эти вещи мне нравятся больше, чем вот Барбари, Дольщи Габбана детские. Там, а эти стоят так же. Но эти прям все как вот, как для принцесс. Ну, очень качественно, очень красиво, очень стильно. И очень, знаете, вот правда, как, наверное, вот как маленькие принцессы, да, при королевском дворе, вот так же, вот такие же вещи. Но они, говорю, что если уже какое-то такое, знаете, платье, мы возьмём такое вот совсем, знаете, для утренника, для какого-то мероприятия, оно где-то по 400 евро. Если ещё будут камни, то 500-600. Вот такие цены. Но если такое платье остаётся на скидках, то оно выходит минус 70%, минус 50%. Ладно. Дальше. Смитская прелесть. С такими перьями. Баечка внутри такая мягенькая-мягенькая. С серенькой плечики. В таком вот структуре, как сказать. В общем, такая штучка. Здесь как такие плечики. И стразы, не стразы, не знаю. И вот эти вот такие перья. И внутри мягкая. Так, это у нас бренд. Не могу его назвать, как он читается. А, здесь осталось у меня ещё вот это. Так, сейчас посмотрим. В общем, вот он как называется. Это такой бренд, достаточно дорогой. Вот смотрите, он стоил в атлете 80 евро эта штука стоила. Так, вот. То есть изначально такая верь где-то 160 стоит, да? Первая начальная цена. И это магазин в Италии есть. Он называется Zero Pew. То есть 0+. Там продают вещи. Чезаро Почет, вот это Лучо. Есть все вот такие бренды детские. Детские. И вот этот. Мне понравилась эта баечка. Так, здесь у меня котон, 100% котон. Ага. Так, а здесь у нас... А, это, кстати, да. Piumides Pruzzo. Представляете, это эти струсиные перья. Ну, я так и подумала, потому что уже очень мягенькие. По-моему, прекрасная. Прекрасная такая вещица. И вот даже, смотрите, с этой юбкой. Почему бы нет, да? Почему бы нет? Ну, с джинсами красиво. В общем, хорошая тоже такая. Интересная. Интересная. А, кстати. Там же еще у меня две. Сейчас дотянусь. Так. Ну, это так. Уже совсем просто. Но тоже. Это весенняя коллекция Чендем. София просила изнорога. Я не могла найти изнорога. Она хотела игрушку. Игрушку я нашла. Потом, возвращаясь в Палермо в аэропорту, кто следит в Инстаграм, она любит такие глазастиков, стеклянными глазами пилюши. А вот стоит у меня. И у нее таких 10 штук. Смотрите, какая прелесть. Ой, смотрите, как у меня оно классно сочетается с ногтями. Вообще забавно. Вообще, да? И ушки, и ногти. Вот такие вот штуки. И она хотела такого игрушку-единорога. И я не могла найти. И только потом улетая из Палермо. Ну, правда, не с такими глазами. Но эта же марка. Эта же марка игрушек. Я купила ей, и ей понравилось. И последний день тоже в Палермо. Зашла в детский H&M. И вот взяла вот такого этинорога. Тоже на вырос немножечко. Но мне тоже понравилось. Смотрите, какая красота. Это мех тут этот искусственный. Вот так вот. Я считаю, мило с жинцами. Правда? Если бы она мне не попросила, я бы никогда не взяла этих единорогов. Потому что я, еще раз повторяюсь, люблю больше для нее такие вещи. Вот, ну, вот, как я вам сейчас показываю. Юбка такая, да? Вот это, да? Что-то такое фэшн. Вот. Вот. Нежели цветы мне нравятся. Ну, захотел ребенок. Это в ноябре я взяла кофточку такую мягенькую. Вы знаете, да? Такие вот они волосатенькие. Это уже не перья, естественно. Это, по-моему, тоже ЭЧНМ. Да, это тоже ЭЧНМ. Вот такую с котиком. Но мы его, наверное, надели один раз. И, кстати, он ей не нравится, котик. Не знаю, почему. Так. И осталось две покупки. Две верхние одежды. Как вам показать? Я хочу показать на вешалке. Чтобы это было... Так, что у меня тут все вешалки. Ну, давайте возьмем вот эту. Так. Сейчас покажу кожаную куртку. Тоже я увидела. Этот винтсет, детская линия. Я зашла для себя что-то посмотреть. Ничего для себя не увидела. Это я не волклить. Покупала в Падермо. Вот такую за ту курточку. Сейчас застекну я. Покажу. Кстати, я выкладываю вот аутфиты. Складываю вещи. Так как Софию я снимаю очень редко. И снимаю без лица ребенка. Вообще свою семью в Инстаграм я не выставляю. Но вот эти вот шмотки я выставляю. Да. Если вы хотите, то можете подписываться. Сеть Илья на три пятерочки. На основной странице канала есть ссылочка. И там вот можно увидеть это все, как говорится, в начале, прежде чем видео. Потому что видео я не всегда снимаю. Замудрила я русский язык. Мне очень понравилась здесь сборка. Мне понравился цвет. Это такой, знаете, какой... Ну, шоколадка какая-то. Он рыжает. Рыжает. Но в любом случае это такой коричневый цвет. Коричневый шоколадка, что ли. Тоже такие тональности. Тональности у кожи есть. Здесь как-то немного может быть. Это я сейчас смотрю. Нет, это от цвета зависит. В общем, вот такая куртка с фурнитурой. Мне неудобно, конечно, сейчас эти звуки делать ASMR. Но и не буду. Вот здесь это сердечко Твинсеты. Ей очень понравилась. Очень ей понравилась эта куртка. Вот эта куртка с этой юбкой тоже. Да, в таком fashion стиле. Ну, вот я люблю такие больше вещи для дочки. Нежели вот эти всякие принцессы и все. Ну, если ей нравится. И вот эта вещь, Мона Лизе, я тоже не смогла взять. Тем более, как бы сейчас весной курточка новая нужна будет. Дети растут. Вот такой красивый серый. Была еще розовая или была? Ну, не помню. В общем, это такой, знаете, жемчужный. Это не серый. Это здесь серенькая, да? А здесь жемчужный цвет. Это не просто курточка. Девчонки, это два в одном, три в одном. Ну, в общем, капюшон отстегивается, рукава отстегиваются, замочки остается вот такая жилетка. Там такой маленький бумеранг в инстаграме, где София позирует, она любит это дело. И я там сняла ее только в жилетке. Так вот, эта куртка, которая превращается в жилетку. Она достаточно теплая, я думаю, где-то уже, наверное, в марте можно будет ее, ну, может быть, в Минске где-то середины марта спокойно надевать ее. То есть с градусов пяти, с пяти до десяти спокойно. Вот. И тут такой бантик, это пояс. Вот такая куртка. Мне она очень понравилась. Наверное, этикетку я уже, да, цену. Сколько она у меня обошлась? По-моему, сто пятьдесят, если я не ошибаюсь. Да. По-моему, или сто двадцать. Со скидкой в пятьдесят процентов. Ну, вот, то есть такие цены мы этой Монолизы, да? То есть триста цена Аутлета, значит, так она же с высоки. То есть где-то стоила. Смотрите, как красиво, я недавно заметила. Вот такой прям герб, да, у этой фирмы такой. Здесь бархатный даже этот. Смирный. А, бархатный. Да, что вежите. С какого губерства я...